Сегодня аэропорт города Семей наполнен звонким звуком дамбры. Повод для этого наши спортсмены, которые стали лучшими на всемирных играх кочевников. Встретить призеров собрались родственники и болельщики, в их числе мама Зарины Сариповой, которая стала двукратной чемпионкой всемирных игр кочевников. Мы были очень счастливы, мы смотрели игры и очень переживали. Когда наша дочь победила, мы были очень рады. Нас поздравляли все соседи, мы плакали от счастья. Пусть таких побед будет больше. На всемирных играх кочевников из области вышли сразу три чемпиона по Казах-Кресе – Дидар Тукышев, Зарина Сарипова и Роза Насантаехза. Серебро в копилку страны принесла Айерем Жуманова в составе сборной Казахстана по перетягиванию каната, а бронзовую медаль по Курашу завоевал Ерзат Аргынов. Победить на этих играх – классное чувство, ведь это радость для казахстанцев. Я чувствовал за собой большую ответственность. Пятые всемирные игры кочевников, проходящие в Астане, проводятся на высшем уровне. Прибыли участники из 89 государств. Спортсмены очень сильные, подготовленные. Я поучаствовал в четырех схватках, и ни одна из них не была легкой. Я очень рада, что стала победителем такого большого и важного турнира, который проходит в нашей стране. Думаю, что я оправдала ожидания соотечественников. Поддержка казахстанцев ощущалась очень хорошо. Я чувствовала силу, когда понимала, что со мной мои близкие и мой народ. В пятых всемирных играх кочевников я участвовала в перетягивании каната, заняла второе место и стала серебряным призером. Прошло два учебно-тренировочных сбора. Первый прошел в Скаменогорске, второй – в Щучинске. Выражаю благодарность своим тренерам и наставникам, а также Федерации перетягивания каната. Всемирные игры кочевников завершились. Наша страна заняла первое место, имея 44 золотых, 34 серебряных и 37 бронзовых медалей. Наши спортсмены продемонстрировали свое превосходство в национальных видах спорта. Желаем нашим спортсменам продолжать покорять новые рубежи. Султан Желоманов, Бутагуз Зандобаева, Анатолий Тернов, Телеканал Семей.